Связь через интернет установлена. Потому что русские не живут в национальном государстве и слабо влияют на политику кремлевского руководства. А кроме того, они никогда до украинцев не докапывались. Сначала русские относились к ним со всего уменьшающейся, но имеющей быть симпатией, а затем просто забыли. А вот украинцы докапывались и докапываются до русских со страшной силой 30 лет. И все время пытаются доказать недоказуемое. То, что они жертвы и их мучают, и то, что жертвы это русские и они будут мучить их. Вот это сочетание «убью-зарежу» и «зачем вы меня обижаете» и составляет альфа и омегу одностороннего русско-украинского диалога. В формировании национального характера молодой украинской народности можно выделить три этапа, три знаковых события. Первое – это коренизация 20-30-х годов, неожиданно, но логично завершившаяся комплектацией гигантского репрессивного аппарата СССР украинцами. А этот аппарат прежде всего ориентировался на подавление основной народности страны – русских. Поэтому у большого числа украинцев появился опыт оскорбления и избиения русского населения, а у некоторой части, причем занимающей привилегированное положение, опыт пыток русских людей и расстрелов. Существенную часть современной украинской элиты составляют потомственные палачи, которые физически мучили и убивали русских. Русофобия была заложена в самом этнополитическом устройстве Советского Союза. Властям было важно расколоть крупнейший народ страны, а затем противопоставить его части друг другу. Дивиде – это импера. Так украинцы постепенно становились профессиональными русофобами, русофобами по должности. И чем выше было социальное положение конкретного украинца, тем больше от него ожидалось это качество, тем больше оно поощрялось и воспитывалось. Что касается простого народа, то он жил на Украине своей жизнью, но после 1991 года внезапно попал под власть советской номенклатуры не СССР, как было ранее, а Украины, и в одночасье оказался внутри русофобского государства. На то, что на Украине яростная русофобия была включена с места в карьер, ясно указывает реабилитация, нет, я неправильно сказал, канонизация Мазепы. Изображение Мазепы на банкнотах Украины появилось уже в Сирии 1992 года. Вторым важным событием украинского этногенеза была хрущевская передача Крыма. Вроде бы Крым – это единственный более-менее реальный камень преткновения в российско-украинских отношениях. Все началось с того, что Хрущев непонятно по какой причине передал русскую область Украине, причем какое-либо оправдание, хотя бы притянутое за уши, этому решению не придумано до сих пор. Официально сказали, что передача произошла в честь дружбы. То есть Громила отнял кошелек в подворотне и сказал, что это в честь дружбы. Мы же друзья, поэтому отдавай лопатник. Независимая Россия признала эту аннексию в 1991 году, но Украине этого показалось мало. Она стала выгонять русских с военно-морской базы в Севастополе. Хотя было там предварительное соглашение об аренде, по которому Москва платила большие деньги. А потом и вовсе эту базу решили передать американцам, то есть главным соперникам русских. Эта ситуация развивалась, точнее деградировала постепенно, в многоступеней, но неуклонно. На фоне общего сотрудничества России и Украины Севастополь был пустяком. Но это, конечно, реально существующая проблема. Ее можно было бы решить десятком способов, но не решили ни одним, а наоборот. Расковыряли до состояния кровоточащей язвы. А потом внезапно получилось так, что язва превратилась в малозначащий пустяк. Либо пошла рубка конечностей. В чем тут дело? Опять-таки, не в экономике, не в политике, а в национальной психологии. Крым – это особая территория Советского Союза, крайне важная для поддержки государственной русофобии и общей структуры новиопской власти. Необычная история Крыма началась сразу после Октябрьской революции. Дело в том, что Крым – это единственная территория, где русские осмелились всерьез сопротивляться большевистскому режиму. Против диктатуры Ленина и Троцкого боролись все национальности России. Но поодиночке, без взаимной поддержки и часто воюют друг с другом. Эстония воевала с Латвией, Польша с Литвой, Украина с Польшей, Грузия с Арменией, Армения с Азербайджаном. Навести порядок в этих условиях могли только русские. Но они сразу потеряли центральную часть России, где ее гнездились большевики. И кроме того, русские территориально были расколоты на две части. На Колчакию по Волжье и Сибирь и на Деникию, Дон и Кубань. Но этого мало. Колчак был провокатором и почти открыто выступал на стороне красных. А Деникин воевал всерьез, но скрытой целью его французских хозяев было затягивание гражданской войны и всемирное ослабление России. И оказалось, что всерьез, без связанных рук, русские воевали с большевиками только на крошечном пятачке Крыма. И поскольку там уже не было измены на самых верхах, им удалось в тяжелейших условиях продержаться еще полгода и эвакуировать значительную часть армии и гражданского населения. Что было неприятным сюрпризом для Европы, а большевиков просто взбесило. Как так? Русня попробовала всерьез сопротивляться тоталитарной секте. Они вырезали всех образованных русских в Крыму, ну и, разумеется, убили всех не успевших эвакуироваться солдат. Что было дальше? А дальше в Крыму решили сделать образцово-показательную Советскую Республику, Республику-мечту, Республику-эталон и образец, по подобию которого затем и построили резервацию РСФСР. Крымская АССР, в отличие от других республик, не имела национальной привязки. Сначала, правда, ее объявили республикой татар и евреев, но очень быстро устройство Крыма стало позамысловатее. Крым разделили на четыре части. Татарскую, еврейскую, украинскую и немецкую. Вот они выделены на карте. Зеленые – татарские районы, голубой – еврейские, коричневый – немецкие, желтый – украинский. Вы видите, что очень большая часть Крыма закрашена серым цветом. Это пятая часть, самая большая. К ней относились безнациональные, то есть русские районы Крыма. Евреи – в еврейских, немцы – в немецких, украинцы – в своем украинском районе, удобно примыкающем к территории Украины. А русские живут в просто районах. Они не имеют статуса нации. Понятно, что администрация татарских районов состоит из татар, немецких – из немцев. А администрация русских районов, точнее серых – из кого угодно. То есть в значительной степени из тех же татар, немцев, да хоть венгров или китайцев. Вам это ничего не напоминает? Конечно, это схема устройства РСФСР. Ну и Российской Федерации, устроенной точно по таким же принципам. Национальные республики, возглавляемые представителями местных народов, даже если они находятся в меньшинстве. И русские области с правами, урезанными и управляемые кем угодно. Все по справедливости. Вообще устройство Крыма было еще позамысловатее. Там были национальные сельсоветы. О сельсоветах мы не говорили в передачах, посвященных устройству СССР и Российской Федерации. До такого дна не донырнули, остановившись на национальных районах. А были еще национальные сельсоветы. В Крыму были, например, ни за что не догадаетесь, если не знаете, сельсоветы эстонские. До революции туда переселилась из Прибалтики тоталитарная сведенбургианская секта эстонцев, которая поехала в Крым ожидать белый корабль, который их увезет в небесный Израиль. Царское правительство дало им там большие наделы земли и деньги. Остатки этих эстонцев живут в Крыму до сих пор. Теперь вы понимаете, что Крым – это новиопская родимка милая, жемчужина, и такую прелесть у них похитили коварные украинцы. Они бы охотно передали Украине Орел или Брянск, но Крым – это другое. Это новиопская мечта, Фатаморгана, Небесный Израиль, да и место, где от отвратительной русни оставили мокрое место, что тоже немаловажно. Перебили русской гадине позвоночник, чтобы не поднялась никогда. И вот тут, между младоукраинцами и новиопами возникли обознатушки-перепрятушки и когнитивный диссонанс. Но об этом в следующей передаче. Оставайтесь с нами и русские, и украинцы, и все смотрящие наши передачи. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok